здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео обсудим поистине монументальный труд историка арнольда джозефа тойнби постижение истории в на русском языке вышла вот в такой твердом переплете увесистый фолиант на почти 800 страницах постижение истории правильно переводить с английского study of history как исследование истории где исследование как законченный научный труд они как процесс и в оригинале где-то появится фотография тойнби опубликовал 12 томов и писал он их с 1934 по 1961 год 12 томов в россии его труд выходил всегда и выходит до сих пор с большими сокращениями изъятиями и так далее и вот эта книга постижение истории это можно сказать часть издана здесь в одной книге а вторая книга это цивилизация перед судом истории тоже вышла на русском языке тот же автор тойнби туда вошли остальные материалы из того 12 томника которые не вошли в эту книгу кроме ни в одну из этих книг не вошел исторический атлас который был одиннадцатым томом оригинального 12 томного издания сейчас прежде чем мы перейдем собственно к я бы сказал мы сделаем это голопом по европам небольшой будет экскурс в эту эту работу потому что если мы захотели бы это обозреть максимально полно я думаю что нам бы и пяти и шести часов видео было бы недостаточно а мы начнем с того что мы рассмотрим структуру издания оригинального и потом посмотрим что из этого оригинального издания вошло в этот том который издан на русском оригинальное издание первый том введение сравнительное исследование цивилизаций второй том генезис цивилизаций третий том рост цивилизаций четвертый надломы цивилизаций пятый распады цивилизаций шестой вселенские державы седьмой универсальные церкви восьмой героические времена контакты между цивилизациями в пространстве девятый контакты между цивилизациями во времени закон и свобода в истории перспективы западной цивилизации десятый том вдохновение историков заметки по хронологии одиннадцатый том исторический атлас двенадцатый переосмысление а теперь мы возьмем русское издание и почитаем содержание что нам предлагается собственно русскими переводчиками содержание арнольд тойнби и постижение истории это как предисловие от уколова дальше введение как я понимаю вот это введение с 13 по 130 страницу включает в себя первый том оригинального издания насколько я помню каждый том оригинального издания это примерно от 150 до 300 страниц текста хотя в этом издании сейчас я вам покажу текст довольно мелкий и вполне возможно что на одной странице нашего русскоязычного издания помещается полторы а может быть две страницы оригинального текста соответственно в таком случае изъятий меньше чем предполагалось далее часть первая проблема генезиса цивилизации в оригинальном названии второй том генезис цивилизации далее часть 2 рост цивилизаций третий том видимо далее и тут же в конце в части 2 есть совсем небольшой отрывок буквально 60 страниц это надломы цивилизаций видимо который издавался в оригинальном издании одним четвертым томом видимо наши решили сократить переводчики адаптаторы и поместить вот эти может быть там 200 страниц сделать реферат оттуда и сделать вот эти 60 страничек в нашем русскоязычном издании дальше часть 3 распады цивилизаций это пятый том оригинального издания часть 4 универсальные государства совершенно непонятно откуда был взят материал потому что шестой том называется вселенские державы а седьмой том универсальной церкви но у нас часть 4 универсальные государства а часть 5 вселенские церкви видимо что-то откуда-то было может быть это было скопилировано из этих двух томов но разбито на две части дальше часть 6 это героические века ну видимо 8 том это героические времена контакты между цивилизациями в пространстве это входит все в шестую часть сюда же входит контакты цивилизации во времени это часть 9 тома одна из и далее часть 7 русскоязычного издания это вдохновение историков это 10 том оригинального издания заметок по хронологии тут нет в русскоязычном издании то есть имея 12-тонный монументальный труд тойнби который хорошо бы перевести один к одному с обширными комментариями современных историков о том на каких ну есть же новые археологические данные новые допустим расшифровки каких-то старых документов археологических и так далее которые произошли за последние сто лет соответственно новые датировки и так далее соответственно мы берем первый том оригинального издания тойнби переводим его и допустим если комментарий обширный то можно сделать пойти по такому пути допустим левая сторона разворота как мы читаем левая сторона разворота это оригинальный текст переведенный на русский правая сторона разворота комментарии и так далее если правой стороны разворота недостаточно на комментарии значит нас на следующей странице у нас левая сторона пустая а на правой продолжается комментарий к тому что написано на левой стороне как перевод оригинального текста вот это была бы работа вот это было бы реально историческая работа но почему этим никто не занимается и чем вообще сейчас занимаются эти историки я не понимаю давайте мы сейчас вот нашу эмоциональность немножко опустим я положу книгу сейчас потому что отложу ее в сторону потому что очень-очень тяжелый том тяжело его держать и показывать и мы поговорим собственно о сути того что предлагает тойнби тойнби отказывается от линейной мировой истории и делит человечество на ряд двадцати одной цивилизации противостоящих примитивным обществом цивилизацию он называет полем исторического исследования каждая цивилизация имеет свою историческую шкалу появляются они в ответ на вызов внешней среды однако чрезмерный вызов может привести к затормаживанию цивилизации в процессе своего развития цивилизации расслаиваются на правящее меньшинство и пролетариат который бывает внешним окружающие варварские народы и внутренним отчужденные социальные группы за расцветом следует надлом когда творческое меньшинство врождается в правящую элиту распад цивилизация обычно происходит в три с половиной такта создание элиты универсального государства для каждой конкретной цивилизации означает что она уже прошла первый этап упадка падение универсального государства обычно сопровождается распространением возникшей среди внутреннего пролетариата новой вселенской религии которая может стать основой для цивилизации следующего поколения как христианство в недрах эллинской цивилизации стало таковой для западной и православной вместе с тем в отличие от большинства предшествующих ему сторонников цивилизационного подхода тоньби в конечном итоге признает существование прогресса человечества что он усматривал в частности в рождении новой синкретической религии вроде бахаизма способны объединить человечество тоньби рассматривает двадцать одну развившуюся цивилизацию западный мир православная христианская цивилизация основная подразумевается византийский мир и его наследники на балканах православная христианская русская цивилизация арабское общество исламский мир дальневосточная цивилизация в китае дальневосточная цивилизация в японии кореи древне китайская цивилизация индское общество первоначально термин касался цивилизации в индии после вторжения индо ариев так как цивилизацию долины индо тоньби ошибочно рассматривал как копию шумерской. Индуистское общество, иранское общество, эллинское общество, греко-римская культура, сирийское общество, семитское христианство дожило до нашего времени в виде двух реликтов – сообществ евреев и парсов. Минойское общество, уровень бронзового века, хетское общество, шумерское общество, вавилонское общество, ассирия, вавилон, элам. Египетское общество, уровень бронзового века, так как трехтысячелетняя история древнеегипетской цивилизации не вписывалась в рамки концепции Тойнби, он приписывал ей окаменение после первого периода универсального государства, так называемого среднего царства. Маянское общество, уровень каменного века, в седьмом веке распадается на юкатанскую и мексиканскую цивилизацию, юкатанское общество, поздняя цивилизация майя, мексиканское общество, тольтеки и ацтеки, андское общество, инки. Также Тойнби выделяет неразвившиеся цивилизации, дальнезападную христианскую, христианизированных кельтов, дальневосточную христианскую, нестериан в Западной и Средней Азии, скандинавскую эпохи викингов, неродившуюся в сирийской эпохе гиксосов середины второго тысячелетия до нашей эры. Также он выделяет пять заторможенных цивилизаций. В некоторых случаях сменяющие друг друга цивилизации образуют последовательности. Максимальное число цивилизации в этих последовательностях не превышает трех. Последними членами последовательности являются ныне живущие цивилизации. Таковы последовательности Минойская-Элинская-Западная цивилизация, Минойская-Элинская-Православная цивилизация, Минойская-Сирийская-Исламская цивилизация, Шумерская-Индская-Индуистская цивилизация. Ученым Арнольдом Тойнби были выдвинуты критерии оценки цивилизаций, устойчивость во времени и пространстве, в ситуациях вызова и взаимодействия с другими народами. Смысл цивилизации он видел в том, что сопоставимые единицы, монады, истории, проходят сходные этапы развития. Успешно развивающаяся цивилизация проходит стадия возникновения, рост, надлома и разложения. Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое меньшинство цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и человеческой судьбы и человеческой среды. Тойнби отмечает следующие типы вызовов. Вызов сурового климата, египетская, шумерская, китайская, майянская, андская цивилизации. Вызовы новых земель, минойская цивилизация. Вызов внезапных ударов от соседних обществ, иринская цивилизация. Вызов постоянного внешнего давления. Русская православная и западная цивилизация. И вызов ущемления, когда общество, утратив нечто важное, направляет свою энергию на выработку свойств, возмещающих потерю. Закон вызова и ответа. По мнению Арнольда Тойнби определяет развитие цивилизации. Историческая ситуация или природные факторы ставят перед обществом проблему, так называемый вызов. Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения, ответом. Выработка адекватной реакции на вызовы – социальная функция творческого меньшинства, которая не только выдвигает и реализует идеи, но и увлекает за собой остальных. Критика Арнольда Тойнби заключалась в следующем. Разбивая историю на отдельные локальные цивилизации, Тойнби вместе с тем пытается восстановить идею единства мировой истории, придавая этому единству религиозный смысл. Через отдельные цивилизации история ведет от примитивных обществ к цивилизациям, порождающим высшие религии и приобщенного к ним человека, способного остро ощутить существование иного небесного мира. Концепция Тойнби поражает грандиозностью своего замысла охватить всю человеческую историю и описать все появившиеся в ее ходе цивилизации. Чрезвычайно богатые деталями и верными наблюдениями, касающимися отдельных цивилизаций и их сравнения, концепция завершается, однако, превознесение мировых религий и констатации того, что история это божественная творческая сила в движении. Однако, с развитием техники и интернета появляются другие трактовки исторического процесса. Пусть они исходят от непрофессиональных историков, а скорее от увлеченных людей, увлеченных историей людей. Которые умеют наблюдать, сопоставлять и делать выводы. Другие, отличные от тех выводов, которые делают историки. И уже за последние, наверное, лет 10 существует теория не развития цивилизаций, а наоборот, того, что мы каждый раз после какого-то серьезного катаклизма восстанавливаем, восстанавливаемся, восстанавливаем цивилизацию на руинах более могущественной цивилизации, которая была разрушена. А что все вот эти данные о раскопках, о Минойской, Иринской, Римской цивилизации и так далее, это не очень достоверные данные. И что они были специально для того, чтобы можно было сейчас говорить об этих цивилизациях. Например, на канале «Исторический вольнодумец», можете найти его на Ютубе, есть такая версия, что многие города России и Европы не строили, а откапывали после ядерной войны, которая была в конце 17-го, начало 18-го века. И что есть большой период истории, и что это была не первая ядерная война на Земле. И что есть кратеры, которые видны на картах из космоса, на космических снимках, что не озера, которые, если они природные, то они имеют неправильную форму. А эти озера именно как воронки, как кратеры от ударов бомбами. Круглые воронки и ровные края. Причем они находятся недалеко друг от друга относительно. То есть в радиусе каких-то там может быть 150-200 километров, может быть сотни таких озер. И самый большой пример, который они приводят, вот эти любители, историки, через террорию будем их называть, что многие города откапывали. Что у нас уровень городов, например, Казани, Санкт-Петербурга, что целый этаж зданий находится под землей, под уровнем земли, под уровнем текущей, скажем так, нулевой отметки. И находят вот эти искатели, там не только этот канал один исторический в Альдадуме, там еще много-много других каналов, которые ходят по зданиям и ищут, что есть еще в кавычках подвал. Но именно если мы откопаем или каким-то образом попадем в этот подвал, который обычно как-то или заколочен, или входа нет, то мы увидим, что там есть дверь, большая, высокая, для того, чтобы туда могли заходить люди. Тогда почему этот вход оказался ниже на 3,5-4 метра под землей? А дверь, другая дверь, которая была, была сделана по факту на уровне второго этажа, которая из-за того, что землю засыпали, почему, чуть попозже, засыпана была, и первый этаж был полностью засыпан, 3 метра, 3,3,5 метра. Соответственно, нужно было делать дверь, начиная со второго этажа, который был раньше вторым этажом, который сейчас стал первым этажом. Соответственно, отсекать все возможности проникновения на нижний этаж, который оказался под землей и так далее. И вот они, вот эти, как копатели, скажем так, раскапыватели этой истории, этой версии, говорят, что если мы делаем предположение, что была ядерная война в конце 18-го, начало 19-го года, начало 19-го века, то были большие пожары. Чтобы пожары затушить, нужно было каким-то образом доставить воду из морей, из рек и так далее, чтобы потушить города, чтобы перестало гореть, и это пламя распространяться дальше. Но если была бомбардировка, значит, были средства доставки, значит, были какие-то самолеты, вертолеты и так далее. Соответственно, этими же самолетами набиралась вода, ну, вы видели, как тушат леса в современности МЧС, в большой ковш набирается вода, самолет пролетает над лесом и выбрасывает из этого ковша воду. Но поскольку эта вся вода была взбаламученная, то вместе с водой, допустим, из Мирового океана или из рек, доставалась вода, там, где она еще была, не выгорела до конца, не испарилась, доставалась вода вместе с Илом. И, соответственно, когда эта вода погружалась на город, то это все замывалось Илом. И вот они приводят расчеты, вот эти умники, они говорят, что как раз, да, если мы захотим потушить вот этот пожар объемный, то как раз нужно будет столько воды, которая вместе с водой будет нанесен Ил где-то высотой 3-3,5 метра. Ровно то, что они наблюдают сейчас в разных городах. Это не только Питер, Казань, но и других рода. Даже в Европе есть такое. То есть, официальная история говорит, что у нас непрерывная история почти 6 тысяч лет, а вольнодумцы, которые опровергают эту версию, говорят, что нет, у нас до нас была еще более крутая цивилизация, но она была уничтожена по каким-то причинам. Мы имеем вот такой факт, закопанные города. Опять вопрос возникает, почему мы сегодня с вами взялись поговорить вот об этой книге, что вы можете посмотреть на каждую информацию под своим углом. Можете посмотреть с точки зрения официальной истории, а можете посмотреть с точки зрения, хотя и Тойн-Би тоже, хоть он относится к ветке официальной истории, но он все равно идет немножко другим путем, пусть он находит эти 21 цивилизацию, но все равно от официальных историков, которые вот у нас сидят в академиях и так далее, все равно он получает большое количество критики в свой адрес. Вот, но все равно за ним, признаю, он все равно идет по проторенной дороге, а не по той, по которой идут более наблюдательные товарищи. На этом, я думаю, мы с вами этот отзыв закончим. Конечно, вы можете возмутиться в комментариях, это, конечно, это ваше право, привести мне ссылки на доказательства того, что последние 8 минут я излагал неправильную точку зрения. И на этом я с вами прощаюсь. Это был обзор Арнольда Тойн-Би «Постижение истории», которое русское издание на русском языке. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok